В решающую фазу вступило сегодня расследование, наверное, самое резонансное за последние годы автомобильной аварии. Тем вечером в Россию экстрадирован Александр Ломов, главный фигурант дела о Мерседесе-убийце. По версии следствия, именно он прошлой зимой устроил безумные гонки прямо в центре Москвы на тротуаре насмерть сбил прохожего. Это дело пытались замять. Ломову помогли бежать за границу, но корреспонденты РЕН-ТВ нашли его и там. А Виталий Ханин отследил даже всю процедуру экстрадиции. Особые условия для особого пассажира. Место у окна и вежливый сосед, сотрудник службы исполнения наказаний. Если что, прикроет от видеокамеры. Даже в самолет Александр Ломов, предполагаемый виновник смертельного ДТП в Москве, попал заранее по специальному трапу. Александр Ломов перевозит обычным регулярным рейсом. Это стандартная процедура для линии Интерпола. Курица или говядина, чашка кофе, свежая газета. Такими привычными для всех, кто регулярно поднимается в воздух вещами, Александр насладился в полной мере. Возможно, еще раз подняться на борт самолета ему придется не скоро. Входи в сторону. Входите в сторону. Экстрадиция беглеца из Мюнхена прошла как по нотам. Спустя всего пару недель после того, как российская генпрокуратура направила официальный запрос коллегам из Германии. В августе текущего года Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы Германии запрос о его выдаче в Россию. Уже спустя два дня запрос был удовлетворен. В сопровождении спецконвоя Александр Ломов доставлен в Москву. Именно эти кадры, которые мы транслировали день за днем с требованием найти водителя Мерседеса, и стали причиной задержания Александра Ломова. В декабре прошлого года на огромной скорости он сбил молодого мужчину, но не просто не оказал помощи, а пообщавшись с владельцем машины, скрылся. При этом хозяин автомобиля позже заявил, что не знает водителя, а съемки камер видеонаблюдения вообще не приобщали к делу, пока они не появились в эфире РЕН-ТВ. Родители Юрия Карпова, который погиб под колесами элитной иномарки, уже не надеялись, что главного подозреваемого найдут. Сказать, что у меня какая-то радость, я бы не сказал. Дело не в радости. Какая тут радость? Дело в том, что есть надежда о том, что справедливость восторжествует и преступник будет наказан. Отец Юрия Карпова до последнего был уверен, что Ломову позволили сбежать в Европу. Так, в розыск его объявили только через 8 дней. За 3 часа до того, как водитель Мерседеса попал в базу Интерпола, он успел вылететь в Минск. Далее путь Ломова был непростым. Самолетом в Рим, затем на машине в Германию. Отсюда он планировал вылететь к жене в Черногорию. Причем, по некоторым данным, пользовался поддельными документами. Но немецкие таможенники задержали беглеца в аэропорту. Никакой колючей проволоки и всего одновышка. Эту тюрьму в Мюнхене не зря называют одной из самых комфортабельных в Европе. Так, заключенные живут в отдельных камерах, больше напоминающих комнату в общежитии. Еду им приносят туда же, причем выбрать можно из довольно-таки обширного меню. К услугам преступников, спортзал, ежедневные прогулки. Им также разрешены ежедневные свидания с семьей. Именно здесь и закончилось европейское турне Ломова. Уже в Германии Ломов нанял дорогого русскоязычного адвоката, который, судя по всему, должен был помочь избежать экстрадиции в менее комфортную среду российских СИЗО. Однако немецкая прокуратура постановила вернуть беглеца на родину. Впрочем, семья Юрия Карпова все еще боится, что Александр Ломов сумеет отделаться легким наказанием или вовсе избежит его. Ведь на первых этапах следствия правоохранители не нашли главную улику в видеозапись, поверили, что хозяин Мерседеса дал покататься первому встречному. И, наконец, упустили предполагаемого убийцу, который целую неделю после аварии со смертельным исходом жил у себя дома. Однако теперь Ломов в российском следственном изоляторе и вряд ли даже самый дорогой адвокат поможет ему сменить меру пресечения на домашний арест. Виталий Ханин, Кирилл Андронов, Олег Барышев, Егор Серпионов, Луиза Клеванец. Известия. Мюнхен, Москва. Специально для РЕН-ТВ.